Онлайн семинары основа профессии, извините, ежедневные обзоры финансовых рынков. Меня зовут Газизов Марат, я представляю компанию Альпорис на Петербурге. Задавайте вопросы в чате, я контролирую. Традиционно начинаем с тех новостей, которые были. Вчера продолжим новостями, которые мы ожидаем сегодня и на предстоящую рабочую неделю. И также в конце разберем техническую ситуацию, связанную с движением цен на графиках. Только что сейчас вышла новость, связанная с европейским ЗЕВ и германским. Честно говоря, не знаю, какие данные вышли, сейчас посмотрим. Получается такая ситуация. ЗЕВ к Германии вышел гораздо хуже, чем мы ожидали. И в то же время данные Евросоюза, в общем, все данные вышли не очень хорошие, хуже, чем мы ожидали. Собственно говоря, мы видим сейчас текущую реакцию рынка на выход данных новостей. Так, вчера доллар падал на новостях, которые были опубликованы вчера вечером. Это промо-производство американские, данные вышли хуже. И, соответственно, это было ожидаемым. И, соответственно, реакция была ожидаемая на ослабление американского доллара против своих основных конкурентов. Чего ожидать сегодня и на этой неделе? Ну, прежде всего, конечно, это ожидание решения поставки ФРС. Завтра в 21.00 по московскому времени. Но это будет не главное. Главное будет комментарии, с которыми выступит Джанет Йеллен в 21.30. Собственно говоря, все вот эти новости, которые сегодня выходили, будут выходить еще, завтра днем будут выходить. И те, которые были вчера, то есть на прошлой неделе, извините. Естественно, эти новости, реакции рынка на выход этих новостей были с оглядкой на решение поставки ФРС. Собственно, поэтому особых выходов из сложившейся ситуации я не вижу в плане выхода из консолидации. Но давайте теперь вернемся и последствия на графиках и рассмотрим текущую ситуацию. Всю эту ситуацию мы рассмотрим в контексте завтрашнего выхода решений поставки ФРС. Традиционно начинаем с главной валютной пары евро-доллар. Так, что со связью? Связь есть, да? Слышно меня? Так, значит, евро-доллар традиционно на недельном графике мы видим коррекционный откат от низов, созданных в марте месяце этого года. И сейчас рынок консолидируется в ожидании, по всей видимости, решения поставки на недельном графике. Тут разметку вы видите. Собственно говоря, кто-то может увидеть здесь формирующуюся разворотную модель Head & Shoulders, голова и плечи. Тем более, что если посмотреть практически все кросс-курсы, связанные с евро против своих конкурентов, там новзеландский доллар, австралийский доллар, то эта модель у нас себя уже реализовала. И сейчас, в принципе, она неплохо себя продолжает реализовывать и дальше. Поэтому, в принципе, можно ожидать какого-то локального пробития уровня, важного уровня 1.15.37. В дальнейшем мы посмотрим, будет ли это движение поддержано. Если же это случится, то целью движения пары евро-доллар, ближайшая цель будет вот это скопление консолидации в районе 1.22-1.25. Если же этого не случится и рынок, скажем так, не удержится выше уровня 10.50, то, соответственно, можно ожидать продолжения тенденции вниз с пробитием мартовских низов. Но, честно говоря, я не жду движения в сторону паритета. Скорее всего, цена может опять вернуться в район 1.25, а уже оттуда окончательный разворот или, скажем так, движение в сторону более глубокой коррекции в район 1.25. Это долгосрочная перспектива. В текущей ситуации что можно сделать? Цена находится на часовом графике, на пике, но здесь уже явно сформированы опорные точки, о которых я все время говорю. И в текущем моменте, если цена с данного уровня, где он сейчас находится, пойдет на снижение и пробьет уровень 1.11.89, то есть шанс к тому, что цена может сходить к тому уровню, откуда, собственно говоря, начался рост в пятницу. Это в район 1.10.50. То есть тот самый важный уровень 1.10.60-1.10.50, собственно говоря, который является ключевым. Повторяю, если с текущих уровней цена пойдет вниз и пробьет уровень 1.11.89, то можно ожидать движения цены в район 1.10.50. Если же этого не произойдет, то, естественно, произойдет движение. Если будет пробит важный уровень 1.13.29, то дальнейшей целью будет пробитие предыдущих крышин. Других целей здесь нету. Соответственно, цели здесь будут 1.13.87 и, возможно, даже 1.15. Собственно говоря, сейчас здесь четко сформированы опорные точки, торговать очень приятно и, собственно говоря, естественно, если выставлять, обязательно выставлять стоп-лоссы. То есть вот здесь уже явно сформирована зигзагообразная коррекция от этого падения вниз. Соответственно, открываем позицию при пробитии уровня 1.11.89 с целью в район 1.10.50. Если же этого не произойдет, то, в принципе, при пробоем уровня 1.13.30, то можно ждать дальнейшего роста евро-доллара с целью пробития предыдущих крышин. Так, вопрос с опорной точки по ценам закрытия или по минимуму или максимуму вообще. Как сказать, что это опорная точка? Ах, Сергей, вопрос очень такой. Сложный в плане его нужно объяснять очень долго. Ну, давайте попробую. Попробую такой небольшой ликбез провести. Значит, опорная точка в моем понимании, формируется тогда, когда завершается коррекционное движение. То есть, что здесь имеется в виду? Любое движение, любая тенденция характеризуется импульсным движением и коррекционным движением. То есть, в сторону основной тенденции цена движется импульсно с формированием новых, в данном случае, вершин и характеризуется последующим коррекционным откатом. Коррекционный откат не пробивает предыдущую впадину. Так вот, если внимательно присмотреться, импульсное движение, что было здесь, что это было вот здесь, оно характеризуется тем, что там существует по волнам Эллиота как минимум 5 волн. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая волна. Но чем больше, тем лучше. А вот коррекционный откат, как правило, характеризуется, то есть движение против тенденций, характеризуется ярко, четко выраженным трехволновым движением. Вот, пожалуйста, А, Б, С. Это было здесь, это было вот здесь. Здесь, то есть А, Б, С, то есть, видите, да, импульс, коррекционный откат в виде трех волн. Импульс, коррекционный откат в виде трех волн. Так вот, опорные точки формируются в конце волны В, то есть А, Б, С, вот она эта опорная точка. Пробой его означает покупка, так как тенденция дальше продолжает свое существование. Здесь А, Б, С, вот она эта опорная точка была сформирована. И мы видим, что цена находится сейчас выше этого уровня. И, соответственно, мы можем предположить, что с этого уровня цена, скорее всего, пойдет наверх с пробитием предыдущих крышин. То есть как раз точка входа, опорная точка, это и есть точка входа в рынок. Но при этом обязательно нужно ставить стоп-лосс за предыдущую впадину. Да, к сожалению, это издержки открытия позиции по пробитию опорных точек. Но, как правило, опорные точки пробиваются очень легко и можно, в принципе, всегда успеть выставить без убыток. По крайней мере, понятна дальнейшая тенденция. Я здесь вижу, что идет консолидация выше этой опорной точки. То есть, соответственно, сигнал действенный, то есть жду продолжения тенденции выше предыдущей вершины. Повторяю, это возможно только в том случае, когда формируется импульсное движение и коррекция, импульсное движение и коррекционное движение и импульс. Смысл опорной точки заключается в том, что при пробое опорной точки завершается тенденция вниз. То есть, мы увидим, что тенденция вниз завершилась. То есть, идет тенденция вниз, характеризующаяся тем, что каждая последующая впадина и вершина ниже предыдущих вершин и впадин соответственно. И вот когда происходит пробитие опорной точки, это значит, что тенденция вниз завершилась. То есть была пробита предыдущая вершина и тенденция не завершилась. Соответственно, рынок продолжает свою основную главную тенденцию наверх. Не знаю, понятно я объяснил, уважаемым слушателям, смысл опорных точек. И, как правило, опорные точки очень хорошо работают на коротких таймфреймах. Я вам сейчас покажу. Замечательно все это было видно. Ну, например, вот здесь сейчас. Если мы возьмем 5-минутный график, мы увидим, что когда возникает импульсное движение, вот посмотрите, вот импульс, вот коррекционный откат. Вот она эта опорная точка в связи с тем, что здесь ярко выражено А, Б, С. Соответственно, открываем позицию при пробое этой опорной точки, здесь бай, с постановкой стопа ниже предыдущей. Вот она тенденция продолжилась в пробитии предыдущей вершины. Здесь это было, смотрите, пожалуйста, вот она эта опорная точка А, Б, С. То есть импульсное движение, коррекционный откат. Импульс характеризуется опорной точкой их формирования. Здесь вот конец волны Б, А, Б, С. И посмотрите, пробой этого уровня означает пробитие предыдущей вершины. С постановкой стопа тенденция, естественно, продолжается. Цена пробивает предыдущую вершину, забираем половину позиции. Прибыльный, переносим стоп без убыток. Ну, здесь бы, конечно, сработало без убыток. В текущей ситуации. Вот был импульс движения вниз. Импульс, вот коррекционный откат. Дальше продолжение импульса вниз. Посмотрите, пожалуйста, внимательно структуру этого движения. И вы увидите, что даже в этой мощном движении есть коррекционный откат в виде зигзага. То есть импульс А, Б, С с формированием опорных точек. Б, С. И вот здесь сигналом для входа в рынок, движение вниз, было пробитие вот этой опорной точки. То есть А, Б, С. Вернее, А, Б, С. И вот конец волны Б, сигнал для продажи. С постановкой стопа выше предыдущей. Вот приблизительно так работают опорные точки, которые я все время говорю. Так вот, дальше. Что здесь можно ожидать, прогнозировать? Идет все-таки импульсное движение вниз. Вот в этой тенденции. Пока что тенденция наверх, то есть вниз, не прекратилась. Соответственно, ждем коррекционные откаты в виде зигзага. Вот такого плана. И вход в рынок будет, сигнал для входа в рынок будет пробить вот этих опорных точек. То есть, если идет импульсное движение, ни в коем случае нельзя вставать в конце импульса на продолжение тенденции. Надо ждать коррекционный откат. Желательно, чтобы он приобрел форму вот этого самого пресловутого зигзага, то есть А, Б, С. И пробить опорные точки, здесь это было, это было. Здесь принимать решение, входя в рынок. Вот приблизительно такая вот политика, как говорится. Наталья, в ютюбе, пожалуйста, посмотрите в ютюбе Марат Газизов, обзоры рынков. Там что-то такое есть. Кто-то из ребят выкладывает. Я специально эти вещи не делаю. Вот, там вот есть. Сейчас я ссылочку попробую скинуть вам, у меня где-то она есть. Так, извините. Одну секунду, сейчас. Найду ссылку. Все, зависло. Записи есть в ютюбе, пожалуйста, в поисках займитесь в ютюбе. И там кто-то из ребят выкладывает. Сейчас, к сожалению, ссылку найти не могу. Попробую. Что-то случилось. Не могу открыть. Получается. Так, ну попробую чуть позже. Да-да, вот, спасибо, Игорь. Вот эта вот ссылка. Это что касается евро-доллара. Ну, хочу сразу предупредить, уважаемые слушатели, пожалуйста, здесь в текущем моменте многие могут видеть какие-то, как бы, сигналы, там, треугольники, хеддл-шолдерства, разворотные модели. Сейчас, в принципе, все это работать не будет в связи с тем, что самое главное – это новость. Новость, как правило, она ломает структуры различного рода технического анализа. Поэтому особенно сильно не полагайтесь на эти модели. Ожидаем завтрашний выход ФРС. Далее. Это что касается евро-доллара. Рассмотрим британский фунт. Британский фунт практически подошел к верхнему краю канала, нисходящего канала. Соответственно, рынок будет ждать, по-своему, здесь законсолидируется и будет ждать выход новостей. Да, кстати, хочу добавить, что завтра продолжится выход дополнительно большого пакета новостей из Великобритании. Но в связи с тем, что сегодня данные вышли не очень хорошие, говорить о том, что этот уровень будет пробит, верхний край канала, но не приходится, честно говоря, приходить, но нельзя об этом говорить. Но, тем не менее, на дневном графике я сделал такую разметку. В принципе, можно попытаться сделать что-либо при пробое уровня 1.5709, то есть вот этот уровень 5705. И если вниз, то ключевой уровень будет уровень 5080. Да, большой размах. Ну, здесь как раз очень хорошо отображается вот эта стратегия пробития опорных точек. В данном случае, посмотрите внимательно, если взять движение с самого низа до, с уровня 1.4560 и до уровня 1.58, мы увидим 5-волновую структуру. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая волна. Если это воспринимать как импульсное движение, то текущая коррекция, вот эта коррекция вниз до уровня 1.50-1.60, вот данная коррекция, она имеет явно выраженную форму зигзага на дневном графике. Соответственно, опорная точка будет располагаться на уровне 1.56-1.57. Пробитие он и будет означать пробитие, продолжение тенденции, восходящих тенденций британцев и выше. Кроме того, здесь есть дополнительный хитрый сигнал, это пробитие нисходящего канала. В принципе, получается так, что здесь сформирован кластер. Как правило, если он пробивается, то цена очень сильно уходит в дальнейшие движения на вверх в данном случае. Как бы здесь наложились два уровня, и если этот уровень пробивается, то цена очень хорошо уходит дальше. Так, продолжаем дальнейшие. Значит, вот он этот коррекционный откат в виде зигзага. И сейчас, если мы посмотрим на дневном графике, то есть на 4-часовом графике, извините, то вот эта структура, которая сейчас формируется, имеет явно выраженную пятиволновую структуру. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая волна. Соответственно, вот эта опорная точка, по всей видимости, она будет пробита. Сложно сказать, когда. Может быть, завтра это произойдет. Либо сегодня в более позднее время. Ну, посмотрим. Я лично считаю, что в текущей ситуации этот уровень будет пробит. Может быть, я ошибаюсь. Скорее всего, может быть, ошибаюсь. Но характер движения цены вот этого подъема и текущего подъема говорит о том, что наверх это импульсное движение, а вниз коррекционное движение в виде зигзага. Ну что ж, это что касается британства. Кстати, хочу добавить, что на часовых графиках британский фунт, американский доллар, очень хорошо сейчас работают такие структуры, о которых только что я рассказывал. Сейчас я продолжу трансляцию. Посмотрите внимательно. Импульсное движение характеризуется коррекционным откатом в виде трех волн. Зигзаг. Первая, вторая, третья волна. И опорная точка здесь является пробитие вот этой вершины, конец второй волны. Посмотрите, здесь бай с постановкой стопа ниже предыдущего. Как правило, рынок сразу дает прибыль с пробитием предыдущих вершин. Это было здесь. Такая же структура работала очень неплохо. Вот после вот такой коррекции явно здесь первая, вторая, третья волна. И пробитие опорной точки давало сигнал для покупок наверх с постановкой стопа ниже предыдущего. Соответственно, в текущем моменте предпочтительно дождаться коррекционного отката вниз в виде вот такой формации, в виде трехволнового движения. Вот такого плана. И открываем позицию наверх. Ну, понятно, что здесь оно должно быть поменьше, скажем так. Вот так вот. И пробитие вот этой опорной точки. Ну, я не знаю, где она будет сформирована, потому что сейчас коррекционный откат не завершился. Вот только после этого открываем позицию наверх в покупку. Чем хороший этот сигнал и вообще этот принцип торговли по тенденциям? И тем, что оно дает ясное понимание или осознанный вход в рынок после того, как будут сформированы определенные сигналы. В данном случае сону покупки. Это британский фунт. И на 5-минутном графике мы сейчас видим, идет полная неразбериха. Формируется явно расходящаяся формация. В текущей ситуации что-либо делать в долгосрочном периоде я бы не стал. Единственное, что вот идет сейчас коррекционный откат. Можно попробовать поскальпировать. Рынок очень хорошо сейчас реагирует на новости. Вот импульсное движение. И посмотрите, пожалуйста, предыдущие импульсное движение характеризовалось коррекционным откатом с формированием трехволновой коррекции. Первая, вторая, третья волна. Сигналом для входа в рынок было пробитие вот этой опорной точки, sell. С постановкой стопа выше предыдущей вершины. В текущем моменте сейчас идет также после этого импульса вниз коррекционный откат. Желательно, чтобы он и приобрел вот такую форму. И после пробития опорной точки, естественно, открываем позицию в продаже. Но хочу сразу добавить, что на пятиминутном графике цены тоже пятиминутные. И плюс еще обязательно постановка стопов выше предыдущих вершин. Потому что рынок сможет в любой момент вспомнить заседание ФРС, которое должен завтра состояться. И, соответственно, поломать всю эту структуру. Поэтому без стопов, пожалуйста, не торгуйте. Это британский фунт. Российский рубль. Российский рубль сегодня идет в укрепление. Вчера, если вы помните, в 13.30 было принято решение о срезании процентной ставки на один пункт, базисный пункт, до 11,5%. И рынок вот таким образом замысловато отреагировал к укреплению российского рубля. Но это было, в принципе, предсказуемо. И сейчас как раз замечательный сигнал формируется. Я не как бы то, что я, собственно, давал разметку. Вот она, эта разметка сохранилась со вчерашнего дня. То есть, если сейчас цена опять начнет свой рост, доллар начнет рост против российского рубля, то вот она, эта уже полная точка ямы сформирована на уровне 55. А если с точки зрения покупок физически, покупки доллара, то, в принципе, сейчас любой провал, 53-52, даже, в принципе, сейчас можно искать возможность бежать в обменный пункт и покупать американский доллар. Но в данном случае, в контексте, наверное, предпочтительнее покупать все-таки евро против российского рубля. Но, тем не менее, по технике здесь та же. Ситуация практически сложилась с дальнейшим ростом доллара против российского рубля. Первая цель локальная 58, ну а важный, более важный уровень находится в районе 63-64 рубля за доллар. Ну а в дальнейшей перспективе, в связи с тем, что движение вниз, по всей видимости, зарушилось таким зигзагообразной коррекцией, соответственно, жду вот такие глобальные цены. Выше уровень 72. Ну это в дальнейшей перспективе, ближе к концу года, возможно, посмотрим. Дальше золото смотрим. По золоту продолжается формирование тенденции вниз. Ничего не изменилось в течение последних двух месяцев. Имеет даже склонность попытки ускорить свое падение золота. Посмотрим. Тем более, что был пробит важный уровень 11.70. Была, по крайней мере, прокол этого уровня. И рынок сейчас замер в ожидании, по всей видимости, также выхода ФРС. Посмотрим. Что делать в краткосрочной перспективе, в краткосрочных таймфреймах? По золоту сейчас, я бы сейчас ничего не делал, потому что в краткосрочном периоде, как я уже говорил, здесь в связи с тем, что был пробит важный уровень 11.70, соответственно, надо ждать более четкий сигнал на продолжение тенденции вниз. В данном случае здесь я вот разметку сделал. Она как бы рабочая, но тенденция не продолжила свое падение вниз. Соответственно, по всей видимости, здесь будет формироваться дополнительная волна в рамках волны А, Б, С. Вот такого плана, то есть первая, вторая и третья волна наверх. И вот только после него можно ждать движения вниз. Опорная точка может в этом плане сместиться. Поэтому в текущем моменте сейчас ничего не делаю. И, собственно говоря, рекомендую тоже ничего не делать. Что-то коротких таймфреймов поймать на 5-минутных графиках я бы здесь не решился. Это что касается золота. Далее японская иена. В долгосрочной перспективе, как она и была, цели были достигнуты 24-25. Дальнейшее ожидание консолидации с возможным формированием двойной вершины. Цена не падает вниз уже 4-5 день. Поэтому доллар поддержан против японской иены. Но я считаю, что это поддержка ограниченная. С точки зрения техники, ожидая более глубокого падения доллара против японской иены. Вот в данной разметке. Идет глубокая консолидация. По всей видимости мы здесь застрянем достаточно долго. Поэтому японскую иену сейчас не рассматриваю в текущем моменте для открытия позиций. И в коротких таймфреймах слишком узкий диапазон для того, чтобы что-то здесь пытаться выловить. Ну вот собственно основные валютные пары. Да, новозеландский доллар хотел добавить. Тенденция вниз продолжается. Это в свете того, что было заявлено первыми лицами резервного банка Новозеландия. То, что устраивает их низкая цена Новозеландск против своих основных конкурентов. Плюс еще политика срезания процентных уставок по всей видимости продолжится. Тем более, что у них есть для этого маневры. Или маневры, как правильно. Ну, соответственно, в этом плане перспективу у новозеландца здесь я вижу только вниз. И вот на часовом графике сформировался хороший сигнал. Возможно, будет сформирован хороший сигнал. Пробита линия тренда. И подтверждением продолжения тенденции вниз будет пробитие опорной точки на уровне 0.6950. Вот он, эта зигзагообразная коррекция. Если цена с этих уровней свалится ниже этого уровня 0.6950, в принципе, можно открыть позицию в продаже с постановкой стопы выше предыдущей вершины. Австралиец. Вчерашнее заявление официальных лиц оказалось достаточно замысловатым. То есть, не было никакого хорошего комментария по поводу несрезания процентных уставок на прошлом заседании. И не было четко, ясно озвучено дальнейшей перспективы. Риторика заключилась только в том, что мы будем наблюдать, мы будем следить. Ну и в дальнейшем, как говорится, будем принимать решения. В текущем моменте также формируется глубокая консолидация австралийца против американского доллара. Понятно из-за чего. Собственно, все ждут. ФРС завтра посмотрим. Тут все сигналы, которые давал, разметка они себя, в принципе, неплохо реализовали. Ну а сейчас, в текущем моменте есть один сигнал. Вот я его озадачил, вернее, обозначил. Это уровень 0.7703. То есть, с текущего уровня, если цена пойдет вниз и пробьет нижнюю линию тренда, то подтверждением действительности выхода и отработки модели треугольника будет пробитие предыдущей впадины. Соответственно, ищем возможность продавать при пробое уровня, озвучиваю, 0.77. Ну, собственно, все. Спасибо всем, кто был со мной. Желаю всем удачи. Берегите себя от своих денег. С вами был Газизов Марат. Аль-Парис, Санкт-Петербург. Да, кстати, сегодня вечером состоится клубный день. У нас выступит приглашенный наш аналитик из Москвы, Анна Кокарева. Присоединяйтесь в 7 часов вечера. Будет очень интересно. Ну, и в конце также я отдам некоторые комментарии по текущей ситуации. Всего хорошего. Ждем вас сегодня на Клубном Дне 19.00. Звоните, присоединяйтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...